Я своих детей не могу отдать. Нет, нет. Для своего сына она хотела лучшего. И всемирно известный джентльмен в розовом пиджаке в это понятие никак не входил. Аня – жираф, Валя – мышка, а Женя – свинюшка. Эта история любви вновь расколет Европу на западную и восточную. На этот раз граница пройдет по половому признаку. Очередное турне по детдомам для ВИЧ-инфицированных. Макеевка под Донецком – ритуальная раздача подарков. Но тут... Лев украл мое сердце. Я хочу усыновить его. Английский эстрадный лев целует маленького льва, а тот благодарно чешет ему подбородок. Потом выяснится – прав на льва у матери нет, но нет их и у богатого дяди Элтона. Усыновить ребенка в Украине мог быть только женатый иностранец. Однополые браки по законодательству Украины не признают. Значит, Элтон, у себя на либеральной родине 6 лет, живущий в браке с Дэвидом Фернишем, в Украине холостяк. В дело вмешивался даже министр охраны здоровья, но сделать ничего не смог. Дверь в новую жизнь для льва, едва приоткрывшись, также внезапно захлопнулась. Четыре месяца назад суррогатная мать родила для самой знаменитой гей-пары мира сына. А маленький лев остался и без приемной матери, и без родной. Марина умерла в прошлом году. И тот поцелуй он будет вспоминать всю жизнь. На сегодняшний день ребенком занимается бабушка, родная бабушка, по отцу. Молодожены Лоран и Петер под солнцем Франции своей, конечно, слышали о грустной истории мальчика по имени Лев, но все же решились. В Калифорнии это стоит 100 тысяч евро, в Москве 50, в Украине 30. Поэтому мы решили заказывать ребенка в Украине. Нужного врача нашли в интернете. Ребенка обещали сдать под ключ. И суррогатную мать найдут, и документы оформят. Молодые люди уже купили будущему сыну кроватку и придумали имя «Самуэль». Но когда приехали за ним на далекую европейскую окраину, в роддом их просто не пустили. Нам сказали, отец ребенка замужем за мужчиной, а Украина это не признает браком. При этом в Бельгии нет такого понятия «суррогатная мать». И я не могу доказать, что этот ребенок должен остаться со мной, а не с матерью. Почему украинский врач сразу не предупредил? Разве не знал? Да нет, такой вот развод по-украински. По нашему законодательству, украинскому, по-медицински, мы можем оказывать, допустим, программу только супружеской паре. А супружеская пара, дефиниция, это мужчина, это женщина, скажем так. Выходит, просто боялся потерять клиентов из Европы. Родители уехали ни с чем и подали в суд. А Самуэля на время суда отдали приемной матери. Сенечка. Сеня, мы его звали Сеня, его все звали Сеня. Вот мой Сенечка, видите, какой он. Это я его целовала. Видите, весь обцелованный. Биологический отец ребенка Лоран и его муж Петер решили, если закон против них, они против закона. И отправили подруг, выкрасть Самуэля из приемной семьи. Март 2010-го на украинско-польской границе погранотряд задерживает двух подозрительных женщин. В их сумке находят ребенка. Верните ребенка. Женщины получили по три года условно, ребенок будет помещен в детский дом. Что такое усыновление однополыми родителями, местному зрителю объяснить трудно. Украинские телевизионщики трактовали историю однозначно. Украину превратили, цитата, в инкубатор по выращиванию генетического материала для богатых европейцев. Шла такая информация, что ребенка вывозили для органов. Действительно, я очень много плакала. Мне думали, что я сама сошла. За историей Самуэля пристально следил Андрей. Ведь недавно он и его партнер тоже решились на усыновление. И это в ортодоксальной стране, где гей-парады разгоняет ОМОН, а главный борец за нравственность с недавних пор носит имя Бесогон. Я не представляю ситуацию, в которую я бы пришел и сказал, я живу с мужчиной, я гей, мне нужен ребенок. Чтобы уговорить Андрея рассказать свою историю в эфире, мы потратили несколько недель. Он согласился, но попросил не показывать его лицо и изменить имя. Ведь готовился к усыновлению как главному шагу в своей жизни. Многое в жизни поменялось. То есть я уволился из крупной компании, где работал. Ну, по сути, прекратил такую корпоративную карьеру. Парень, с которым я жил долго, мы с ним так, ну, опять же, по моей инициативе очень быстро расстались. Затем он долго искал того, с кем хотел бы растить ребенка. Когда нашел, дело, кажется, оставалось за малым. Но как в органах опеки отреагируют на появление однополой пары? А если два молодых человек придут? Они не придут. Потому что в органах опеки и попечитост, но это если я буду сидеть, я сделаю все. Понятно, почему Андрей решил пойти выбирать ребенка один. И при этом все равно готовился к худшему. Я пришел в опеку и говорю, я хочу усыновлять. Дайте ваши документы. Вот документы. Вы не женаты? Нет, не женаты. А будьте, не знаю. Не показалось странным, что у тебя там сирюшки в ушах побоют? Не задавали. А может показалось? Я не знаю. Вопросов не было. Он сам не может в это поверить, но вопросов нет уже целый год. В эти заваленные игрушками комнаты, где живут два мужчины и ребенок, раз в несколько месяцев по-прежнему заходят инспекторы из службы опеки. Рецепт Андрея – разговаривать с ними только по букве закона. Если вы считаете, что я буду насиловать собственного ребенка, вы мне можете сейчас отказать, но тогда в отказе так запишите. Я думаю, что гражданин такой-то будет насиловать своего сына. И мы тогда с этой бумагой уже встретимся в суде. Так в России за считанные месяцы Андрей сделал то, на что во Франции ушли годы. После года в приемной семье, а потом года в приюте, Самуэль наконец нашел дом. Он здесь, в маленьком городке на юге Франции, в предгорьях Пиреней. Заглянем? Нас встречают два ухоженных европейских качка. В большом доме наверху просторная терраса, внизу тренажерный зал. Кажется, полная идиллия счастливый Самуэль среди птиц, кошек и собак. Правда, чувствуется напряжение. Лоран быстро уносит мальчика в дом. Боится, что тот услышит русскую речь и расплачется. Молодые люди показывают стопку денежных переводов. Говорят, в какой-то момент они поняли, что денег больше просто нет. Все вместе будет около 100 тысяч евро. Но за эти деньги вы могли сделать это в Штатах? Да, нужно было. Им ничего не оставалось, как рассказать обо всем журналистам. Когда история попала в прессу, письма тысячами посыпались в суд, где уже второй год шло дело Самуэля. В итоге судьи уступили. Мальчик смог стать гражданином Европы, а мужская супружеская пара – символами борьбы гомосексуалистов за право на семью. Мы не могли об этом даже мечтать. Андрей на своем примере понял, европейские законы плохо подстраиваются под противоречивую природу человека. Российское беззаконие ей больше подходит. Здесь, где все притворяются, что однополых отношений просто нет, на самом деле возможно все. И безразличие вокруг только тебе на руку. Родион Чепель, Наталья Пичугина, Центральное телевидение, НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова